Здравствуйте дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь в этом видео. Мне хотелось бы немножко рассказать про еще один очередной корм для рептилий, для красноухих черепах, для трехкилевых черепах, обзора на которых вы можете найти на нашем канале. Мы периодически показываем не только обзоры на животных, но и на некоторые корма. Последние корма были для черепах именно отечественного производителя. Много плохих комментариев по поводу того, что корма наши отечественные плохие, неинтересные, мало в них витаминов и так далее. Поэтому в этот раз мне хотелось бы показать корм от компании Сера, он же идет и как лакомство. Сера Рафера Роял. Очень интересный корм на мой взгляд. Его можно использовать как основной корм и можно использовать как лакомство, то есть давать его периодически. Давайте немножко о нем поговорим и посмотрим из чего он состоит. Как вы уже поняли из названия, данный корм и по рисунку в принципе на упаковке можно увидеть, данный корм предостаточно для крупных черепах, но не только для них. Также для других рептилий и помимо этого, о чем заявляет сама компания Сера, то что его можно давать и крупным рыбам в принципе. Естественно, как вы видите, корм достаточно крупный, корм натуральный, нет никаких непонятных гранул непонятного происхождения и прочей непонятной ерунды, гомаруса и так далее. Как сами видите, достаточно крупная рыбка в составе, но здесь не только рыбки, здесь не только рыбки, здесь еще есть креветки. Я подумал, что в принципе, поначалу подумал, что в принципе больше здесь ничего нет, кроме рыбы и креветок. Но оказалось то, что здесь не только креветки и другие ракообразные. Об этом в принципе говорит компания Сера, о том, что там вообще в состав входят ракообразные. Я долго не мог, говорил о своем корме, ничего не мог найти, кроме вот этой вот вещи. Кто не понял, что это такое, поясняю, это клешня. Либо крабика какого-то, либо рака. Почему рыба такая крупная? Это же какая должна быть черепаха. На самом деле, не обязательно она должна быть очень больших, гигантских размеров. Просто в естественной среде, в естественных условиях обитания, черепаха, поймав рыбку или найдя мертвую рыбку, поедает ее и разрывает ее сама на куски. То есть, это естественное поведение черепахи. Именно поэтому компания Сера сделала данное лакомство, данный корм, деликатесное лакомство, так сказать, с помощью крупной, достаточно крупной рыбки, чтобы черепашка могла ее сама разорвать. Помимо всего прочего, компания Сера говорит о том, что это деликатесный корм, состоящий из натуральных, бережно высушенных рыбок 50% и ракообразных 50%, в основном креветки. Он разработан для кормления водных черепах и других более крупных плотоядных рептилий, амфибий и крупных хищных декоративных рыб. Давайте немножко обратим внимание на состав и посмотрим, какие же в нем есть витамины. В аналитическом составе протеины 62,3%, жиры 8%, клетчатки 4,9%, влажность 8,3%, а также зольные вещества 14,4% и также кальций 2,3% плюс, так как здесь рыба, фосфор 1,5%. Данный состав полностью подходит рептилиям. В принципе, кормлю я уже данным кормом не первый год. Немножко была другая упаковка раньше. Черепаки чувствуют себя хорошо. Корм поедается мелкими черепашками. Даже если я сам его умельчу, а умельчить его можно и очень легко, как видите сейчас на своем экране. То есть, никакого труда его измельчить не составляет. Однако, некрупные черепахи его едят не очень хорошо. Крупные поедают с огромным удовольствием. Конечно, это, я так полагаю, что связаны больше с возрастными предпочтениями черепахи. В одном из видео я уже говорил, что у черепашек, да и вообще у многих животных, вкусовые предпочтения с возрастом меняются. То есть, они могут есть то одно, то другое. Также, когда черепашки маленькие, я говорил уже об этом, многие корма, в которые уходят гранулы, черепахи поедают его очень плохо. С возрастом они наоборот очень хорошо их поедают. Что удивительно, потому что, представляете, всю жизнь кормите кормом, всю жизнь эти гранулы отсеиваете от основного корма, и в итоге черепашка подрастает, отказывается от того, что вы ей давали, и начинает переключаться полностью именно на гранулы. Такая же система и здесь, в принципе. Конечно, у каждой черепахи есть свои особенности. Кто-то маленький процент ест, маленький процент не ест. Но в целом, данным кормом я доволен. Единственное, что не смогу вам сейчас показать, как поедают его крупные черепахи, потому что на данный момент они у меня исчезли. Об этом, наверное, я сделаю отдельное видео. Как и куда. Но могу показать, как этот корм, если я его измельчу, как его поедают цихлитки. Что мы сейчас и сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как видите, данный корм цихлиды поедают хорошо, черепахи его едят еще лучше. Очень жалко, что я сейчас не смогу вам показать этого. Также хочется отметить, что помимо основного корма, когда вы даете данный корм серо-раф-ройл, не стоит его давать ежедневно, его нужно давать несколько раз в неделю. Не забывайте про то, какой у него аналитический состав. Если вы уже кормили таким кормом и у вас есть свой опыт, пожалуйста, поделитесь им в комментариях под этим видео. Нравился, не нравился, чем понравился или чем он вам не понравился. Мне он, например, очень нравится и запах мне его нравится. Даже хочется попробовать, скажем так, его самому на зубок положить. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Не забывайте поставить палец вверх. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok